Доброе утро, Наталья! Как ваше настроение? Доброе утро! Настроение хорошее, солнечное, как и погода у вас в Шенкенте. Давайте знакомиться. Откуда вы приехали? Я приехала из Петропавловска. Начала свой путь из Петропавловска. Там проехала Ак-Табе, Ак-Тау, Туркестан. Сейчас я в Шенкенте. И дальше по Казахстану планирую двигаться. И дальше на Дальний Восток. То есть вы любите путешествовать? Да. А как вообще возникла такая идея, такое желание? Ну, вообще, еще в 2012 году просто не очень счастливые обстоятельства со мной случились в жизни. что я не нашла другого выхода, как просто поехать и двигаться, путешествовать. И надо сказать, что так я, можно сказать, себя брела. Было ли страшно в начале вашего путешествия? Вы, получается, автостопом? Да. Ага. Вы девушка, молодая, одна. Были ли страхи? Сначала было, потом они быстро развеялись, потому что я увидела, что мир совсем не такой, как мы боимся, как мы думаем, как мы видим, допустим, по телевизору. Все совсем по-другому. И каким человеком ты являешься сам, то ты и получаешь. В пути это особенно заметно. Здорово. Сейчас вы у нас в гостях на юге. Расскажите, как вас тут встретили, как вас тут приняли? Прекрасно. В Шымкенте я никогда в жизни не была еще. Я приехала сюда с пустыми карманами, не имея никого знакомых. В итоге я пробыла здесь уже почти три месяца. У меня появились друзья, хорошие знакомства. Я кое-где подработала своим творчеством. Вот. То есть и все как бы радует. Тут очень жизнерадостные люди. Прекрасная погода почти всегда. Ну, все замечательно. Мне очень тут понравилось. То есть с негативом не приходилось сталкиваться? Ни разу. Здорово. На что вы существуете? Как вы зарабатываете? Ну, я художник, и в пути я рисую вот картины, рисунки и продаю их на улице. Вот. Ну, бывает такое, что, допустим, человек смотрит картины, рисунки, да, и говорит, вот мне нужно дома еще стену расписать. Или заказ какого-нибудь еще делает. То есть вот так вот я даже нахожу какую-то работу. Уже более такую. Да. Помасштабнее. И хватает вам на жизнь? Да, хватает, потому что все мои потребности я могу уместить только в своем рюкзаке. То есть я не могу приобрести больше, чем я могу нести с собой. То есть в плане потребления тут очень мало. Надолго планируете задержаться в нашем городе? Нет, уже в ближайшее время я уже поеду, как бы тут замечательно не было. Я приеду обязательно в Шенкент еще, потому что город прекрасный, мне очень понравилось. Вообще юг, люди здесь такие все, знаете, нет такой суеты, например, да, жизнерадостность какая-то присутствует, такая легкость, вот чувствуется прям все так по-южному здорово. Ваш дальнейший маршрут вы уже как-то представили или вы будете импровизировать на ходу? Приблизительно я уже представила, что я двигаюсь на Дальний Восток, на Камчатку, на Сахалин, но это приблизительный путь, потому что... Так, так, какими путями? Автостопом. Сначала я поеду в Тарас, потом в Талдыкурган, возможно, потом в Караганда, в Астана, в Усть-Каменогорск и через Алтайскую границу я уже пересекаю в Российскую Федерацию, и дальше там уже одна трасса большая идет на Дальний Восток. И, ну, по пути, конечно, всякое бывает, импровизация тоже, может быть, в Монголию там заехать, может быть, еще куда-то, то есть я буду, как бы, принимать, смотреть то, что предоставляет мне жизнь, судьба, так скажем, что-то интересное обязательно будет. У вас достаточно интересная жизнь, вы как-то это фиксируете? Может быть, у вас есть видеоблог какой-нибудь, или вы ведете активно социальные сети, где рассказываете о своих путешествиях? Ну, к сожалению, прям такого нет, потому что, ну, с этим мне тяжеловато почему-то, хотя можно было бы уже заняться так. У меня есть рабочий Инстаграм, Инстаграм личный, и все, пожалуй. Инстаграм, который напрямую связан с вашим творчеством, где вы выставляете ваши работы. Предлагаю прямо сейчас с ними ознакомиться, потому что я видела ваши работы, они очень красивые. Ну, в основном рисунки животных разные тоже бывают. Так, вы можете продемонстрировать, да, нашим телезрителям. Так, ну, лошадей люблю очень рисовать. Почему именно лошадей? Не знаю, нравится. Нравится красиво, эстетично, и, кстати, у многих такие предпочтения, как бы, люди тоже нравятся. Кошки. Ну, есть прям авторские работы, которые неповторимы в своем роде, и которые я не повторяю. Например, вот это вот. Ну, использую я обычно фотографии, живые фотографии, например, каких-то. Даже вот лошадей, например, автор Сык тоже. И по-своему как-то все это переделываю. Некоторые идеи с интернета беру. То, что нравится. То, что нравится, я рисую. Сколько времени уходит на создание этой картины? По-разному. От часа до целого дня. Смотря какая сложность, каким материалом. Вот, например, вот эту картину вы сколько рисовали? Вот эту часа два. Вот, очень нравятся девушкам вот такие вот мопсики. Ну, это уже, да, такое какое-то современное искусство, да? Да. Ну, тут вообще на разный вкус есть. Разная тема, разным материалом. Да, все очень разное. Да. Такие есть и детские. Ну, и краски тоже разные используют. Тут и акварели, сухая пастель, и карандаш, и масляная пастель, и акрил. Ну, и, ну, если удается, еще и маслом рисую. А где вы этому научились? Или вы самоучка? Я самоучка. А вы в семье одна такая талантливая, или еще у вас кто-то есть? Нет, у нас это по наследству передается от матери, дочери. Здорово. Какие ваши творческие планы? Творческие? Ну, конечно, бы хотелось... У меня очень много идей своих. Которых я хотела бы развивать, но для этого нужна некоторая оседлость. То есть где-то на одном месте остановиться. Ну, я думаю, что к этому приду. Где-то просто вот сейчас вот наберусь вдохновения. Увижу, научусь многому. Потому что по пути попадаются люди, у которых я учусь чему-то. Как будто бы в копилку складываю знания какие-то, впечатления. И это все в итоге в творчество выльется. А бывали ли какие-то такие творческие кризисы? Да. Такое тоже бывает. Ну, недолго. Как вы с ними справляетесь? Не рисую. Просто не рисую. Потом опять берусь за работу, и все получается. Здорово. Задумываетесь ли вы о персональной выставке? Да. Если все-таки будете проводить, где бы вы это хотели сделать? В каком городе? В одном из городов Казахстана, в Шимкенте, в Алматы, в Астане, может быть. Наталья, огромное вам спасибо за ваш талант, за ваши смелые решения путешествовать самостоятельно. Сегодня 1 июня, первый день лета. Что бы вы пожелали нашим телезрителям? И я бы пожелала хорошего солнечного настроения. И так как началось лето, нельзя откладывать ни это лето, ни жизнь, а потом. Желаю, чтобы ваши мечты сбывались, и вы сами их осуществляли. Всего лишь достаточно, и на раз сделать один шаг, и дальше все будет получаться. Огромное вам спасибо, успешного дня. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok